В Катюшках торжество проходило на площадке возле Дворца Спорта. Здесь лобнинцев угощали блинами с разнообразными начинками, горячим чаем и другими традиционными русскими напитками и яствами. Кроме того, всем пришедшим бесплатно раздавали баранки и конфеты. Рядом с Дворцом Спорт установили импровизированную сцену. Артисты провожали зиму в основном русскими народными песнями и танцами. Такими же народными были и конкурсы, которые проводили для всех желающих. Много развлечений было для детей. Аквагрим, катание на лошадях, разнообразные мастер-классы. Немало людей собралось и на Луговой. Центральной площадкой праздника там стал Дворец культуры. Концертная и развлекательная программа проходила прямо на улице. Люди водили хороводы и играли в спортивные игры. Свою собственную игровую площадку в образовавшихся неподалеку от ДК снежных сугробах. Организовали дети, играли в «Царя горы». Кто побеждает? Никто пока что. А еще как вы отвлекаетесь сегодня? Перетягиваем канаты. Да, перетягивали канаты. А вообще у вас леницу любите как праздник? Ну да. За что? За блины, на танцы. Вас уже кормили блинами? Нет. Нет, в конце, наверное, было. Большой популярностью снежные горки пользовались и у детей на Красной Поляне. Игры, правда, были не такие экстремальные. В основном малыши просто катались. Конечно, не обошлось и без традиционных хороводов – блинов, песен и танцев в русском народном стиле. Кстати, людей в костюмах здесь собралось заметно больше, чем в других частях города. В основном коллективы Краснополянского дома культуры. Людей, пожелавших приобщиться к этому веселью, пришло тоже внушительное количество.